Всем привет, уважаемые подписчики, вы на канале Киприотики, для тех, кто не знает, меня зовут Дмитрий Яновицкий, и в этом видео я вам хочу рассказать про то, как же в 2024 году получить вид на жительство на Северном Кипре. Это видео будет носить больше такой общий формат, я не хочу вас загружать какими-либо терминами, процедурами, вот фотография, нужно то-то, нужно то-то, нужно, вы просто заснете, и я обратил внимание, что когда я снимаю экспертные видео, пусть они являются и полезными, намного меньше просмотров и отвлека у вас, поэтому вам нужен, знаю, трешачок, о котором вы мечтаете, негатив ли это будет, либо позитив, но вам это интересно знать вообще вот реалии Северного Кипра от меня, как от Димы, вот как от соседа, то есть я там нахожусь во дворе, сижу на лавочке, вы выходите из дома и такие обращаетесь ко мне, о, Дим, привет, давно тебя не видели, как дела, ты что, с Кипра приехал? Ну, расскажи, как там вообще обстоят дела, вот я планирую туда приехать, как там дела обстоят, например, с ВНЖ, и я вот в таком простом, непринужденном формате общаюсь с вами и фактически друзьям рассказываю. Если кратко пояснить, то оснований для пребывания на Северном Кипре довольно большое количество, но основные из них, которые существуют, это студенческая виза, это рабочая виза, бизнес-виза, вид на жительство по высокому доходу и вид на жительство по собственности, то есть при покупке недвижимости. Для каждого из этих оснований есть определенный порядок, основная процедура получения, она из года в год особо не отличается, варьируется только лишь стоимость, которую нужно отразить на расчетном счете в банке, выписку, чтобы сделать, а во всем остальном плюс-минус пакет набора документов, он одинаковый. Поэтому, если вам интересно получить пошаговый, подробный гайд о том, как получить вид на жительство на Северном Кипре, вы, пожалуйста, переходите ко мне в телеграм-канал «Северный Кипр от А до Я», там у меня размещена подробная основательная статья про все нюансы, какие документы нужно подготовить, какие документы вообще изначально нужно брать с собой при планировании переезда на Кипр, какие документы понадобятся непосредственно здесь, на Кипре, что необходимо будет переводить, там либо типа апостелировать и так далее. Это все я отразил в подробной хорошей статье. В этом видео я вам расскажу просто про те реалии, которые сейчас происходят на Северном Кипре, чтобы вы были просто в курсе. Итак, из того негативного поля, которое сейчас витает, это то, что на Северном Кипре не всем предоставляют вид на жительство, точнее многим отказывают вид на жительство. По каким основаниям обычно это происходит? Как правило, это происходит по основаниям высокого дохода, то есть люди, которые переезжают сюда, не планируют здесь что-либо покупать, но им в целом Кипр нравится, природа, погода и так далее. И они хотят на некоторое время задержаться, то есть на срок там свыше 90 дней. Как вы помните, для того, чтобы приехать на Северный Кипр, никакая виза дополнительно не нужна, выдается обычная туристическая виза в виде штампа, который проставляется либо в паспорте, либо в отдельном вкладышке, выдается при посещении аэропорта Эржан, либо пересечении границы с Северным Кипром. Как правило, дают эту туристическую визу на пребывание до одного месяца, на один месяц. Если вы хотите задержаться на больший срок, вам необходимо либо вылетать с Кипра и возвращаться, чтобы продлили вам еще на 30 дней, и так можно до 90 дней в течение 180 дней, то есть в течение полугода получить это пребывание по туристической визе. Есть, конечно, основания, когда можно продлить туристическую визу до 90 дней без непосредственно вылета или выезда, пересечения границы Северного Кипра. Об этих основаниях я тоже подробно рассказал в статье и не буду поэтому вдаваться в подробности. Сейчас больше коснусь таких вот именно животрепещущих тем, связанных с ВНЖ по высокому доходу и по праву собственности. Как вы знаете, по действующему законодательству для того, чтобы получить ВНЖ по собственности, необходимо открыть, вернее, банковский счет и на нем отразить определенную сумму средств. Вообще эта сумма рассчитывается по формуле минимальная зарплата, умножаемая на 12 месяцев и помноженная на коэффициент 3. Сейчас минималка составляет порядка 27 тысяч лир, и, соответственно, если это все умножить на 12 еще на 3, то и перевести с лир в доллары это составляет порядка 30-32 тысяч долларов. Ну, все варьируется из-за курса лиры по отношению к доллару. И если раньше было достаточно фактически такой суммы денег и средств отразить на счету одного человека, второй бы являлся фактически для него спонсором, да, ну, либо делали так, деньги отражали на счете одного взрослого, потом их перебрасывали на счет другого взрослого, то есть получали одновременно две выписки с аналогичной суммой, и все это заблаговременно подавали в полицию, и это все, скажем так, нормально проходило. То сейчас местные государственные органы очень тщательно отслеживают такие моменты, они прекрасно понимают, что много людей сюда переехало, не все являются платежеспособными, на самом деле огромное количество есть здесь мигрантов не только из наших стран СНГ, да, людей добропорядочных, есть разные люди приезжают, кто-то приезжает, в том числе из таких довольно бедных стран для того, чтобы найти здесь работу. По факту рабочую визу не получают, но покидать страну не хотят, перебиваются какими-то видами нелегальными заработка и периодически их потом отлавливают. Но, кстати, не очень хорошо работает система так называемого выявления нелегалов, потому что, судя по информации, которая в местных сетях, публикациях, изданиях, каждый рейд, который проводится, там, каждые выходные, либо еще там какие-то праздники, вылавливают десятки, а то и сотни нелегалов, которых депортируют. А для государства, на самом деле, это довольно затратно, там, обеспечить их вот тот период, пока их там отправят в суд, составят это дело, гражданское, это административное либо уголовное дело за нелегальное пребывание, это же нужно их накормить, напоить, потом еще билеты проводить и отправить их в эту страну. То есть, это для государства затратно и создает предпосылки для нарушения безопасности самой страны, чего государство не хочет. Поэтому, с учетом того, что за последние два года, помимо вот таких людей, которые приезжают в поисках работы или там чего-то другого, повысилось количество людей, переезжающих в стран СНГ, Европы и так далее, которые как раз-таки хотят здесь остаться, с семьями, с детьми, устроить детей в школы и так далее, это создает большую нагрузку на государственные органы. Они, конечно, думают над разными способами, как это можно сделать. То есть, научились проверять периодически расчетные счета, то есть, вы там подали документы в полицию с выпиской по счету, спустя какое-то время полиция может, там, в Министерстве этой миграции, гражданской миграции могут взять выборочно проверить ваш счет. Если вы за этот период времени эту сумму денежных средств, например, 33 тысячи долларов, где-то взяли, отдолжили, а потом после прохождения полиции эти деньги благополучно сняли со счета, кому-то вернули, то у вас обнаруживается на счету бублик, ноль. Соответственно, это создает полное основание для того, чтобы вам отказать в этом продлении вида нажительства. В стандарте вид нажительства здесь продлевается до одного года, в некоторых случаях могут давать полгода, то есть 6 месяцев, и потом ты просто продлеваешь, показываешь выписку новую, обновляешь ее, и, в принципе, до года всегда довольно легко, раньше продлевалось. Сейчас, если мы берем в разрезе, получается, по городам, по регионам, то тяжелее всего сейчас приходится региону Гирне, и же с ним, потому что очередь, которая выстраивается фактически в этом электронном приложении на назначение родовую в полицию, может составлять от полугода до 8-9 месяцев. И обратите внимание, что те деньги, которые вы отразили на счету, вы фактически не имеете права снимать. Представляете, полгода вы эту сумму денежных средств, 33 тысячи на одного взрослого человека, вы не можете снять. Конечно, вы можете совершать покупки, то есть тратить ежемесячно какие-то платежи делать, на тысячу потратил, а тысячу потом добавил. То есть главное, чтобы общий остаток все время составлял порядка вот этих 33 тысяч. Если раньше на это как бы полузакрывали глаза, не обращали внимания, то сейчас на это обращают очень пристальное внимание. Второй регион, который довольно проблематичный после Гирны, это, наверное, я бы сказал, из Келе, регион Лу-Бич, потому что здесь огромная концентрация иностранцев, которые покупали жилье, понятное дело, не только в стройке, но и готовое жилье, и как раз таки, как и я в целом, здесь планируют проживать долгое время. Здесь очень тщательно проверяют также наличие этих денег. Единственный момент, плюс, в отличие от Гирны, здесь от момента получается подачи, регистрации заявки в приложении до момента рандеву в полиции, проходит не так много времени. То есть это может занять неделю, две недели, ну до месяца максимум. Соответственно, в это время люди могут спокойно хранить денежные средства на расчетном счете в банке, и после рандеву в полиции, как правило, на свой страх риск, кто-то снимает часть денег, кто-то просто их держит, но успевает, получается, еще подержать в течение месяца для того, чтобы сдать эти анализы необходимые и уже получить эту выписку, и потом уже спокойно, ну я имею в виду выписку именно на виду в НЖ, в электронном формате, и уже спокойно жить там, как угодно распоряжаться деньгами. Но, опять же, не рекомендую полностью снимать деньги с расчетного счета, какими-то частями порции можно их снимать, а потом опять снова пополнять, чтобы в дальнейшем, при повторном продлении вида на жительство, вы когда сделали выписку, сотрудники взяли, посмотрели эту выписку, видели, так, движение средств по счету идет, так, он тут потратился в магазине, тут оплатил школу, тут еще что-то сделал. Государство видит, что человек, который сюда приехал, платежеспособный, и он не создаст каких-либо проблем государству, то есть не будет никаких вопросов в отношении него. Другие регионы Фомагуста, возможно, Никосия в какой-то части более лайтовые с точки зрения получения в НЖ и вообще рандеву назначения и так далее, и с точки зрения отражения сумм на счетах, наверное, потому что все-таки там концентрация иностранцев размыта все-таки большим количеством людей, которые проживают местных, и в том числе турок, граждан Турции. Соответственно, там как-то условия более-менее адекватные. И вот я недавно ездил с клиентами, там пару недель назад, как раз-таки они приобрели жилье, зарегистрировали тоже его непосредственно в земельном кадастре, в ТАПУ, и когда мы, кстати, подавали документы для переподключения счетчиков Кептек, от предыдущего собственника на нового собственника, уже на нас посмотрели договор, этот купли-продажи спросили, а где участвуют в договоре адвокаты, где его прописана лицензия. Благо у нас договор был, сделка была проведена с участием адвоката, и договор непосредственно составлял адвокат, поэтому у нас никаких вопросов в этом при этом не возникло при подключении счетчиков. Но у тех местных турок и так далее, которые по старинке договоров договор оформляли у нотари или через кого-то, или через застройщика, им давали отворот-поворот. Вот такие нюансики, которые начинают появляться, которые начинают пристально обращать внимание госорганы, они имеют место быть. Что касается суммы денежных средств, которые отражали на счету, то у нас ситуация была, что собственник был с супругой, двумя детьми, и еще были двое родителей, причем собственником жилья был указан фактически только один взрослый, и его супруг, супруга там шли, как получается, он шел для них спонсором и для детей, и для супруга. И получается, мы оформляли, вначале оформляем вид на жительство непосредственно на этого человека по праву собственности, и в дальнейшем мы можем прикрепить без открытия дополнительных счетов их, получается, родителей, двух пенсионеров. То есть они по месту их проживания будет указано непосредственно в этой квартире, где живет этот собственник. То есть есть нюансы для пенсионеров, определенное, скажем так, послабление, то есть это лица 60 плюс старше лет в получении вида на жительство. Что касается вида на жительство, связанное с правом собственности, опять забыл сказать, что на счету по законодательству необходимо отразить порядка 12 минимальных заработных плат, то есть это составляет порядка 10 тысяч-11 тысяч долларов. Но не все муниципальные органы придерживаются вот этих правил. То есть у каждого есть свое какое-то местечковое право, которым они пользуются. Вот буквально недавно мне писала подписчица о том, что у нее и у совершеннолетнего сына есть два объекта недвижимости. Я, конечно, не знаю оснований, то есть подавали ли собственники заявки в онлайн на получение титула, да, тоже, что это влияет, я сейчас не обращаю на это внимания, получение разрешения в министерство, да, на совершение покупки. Но сам факт, что у них на счету находилось порядка 15 тысяч, 10 тысяч долларов на каждого, как, в принципе, того следует согласно законодательству. Но им начальник сказал, этого отдела миграции, что необходимо на счету отражать даже по собственности 22 тысячи долларов. Причем он это мотивировал не ссылкой на закон, тем, что на Северном Кипре должны, скажем, проживать люди платежеспособные. Вот, и фактически эту платежеспособность они определяют, я бы сказал, на глаз, да, и приходится вот следовать тем, скажем так, вот правилам неписанным, которые устанавливают конкретные сотрудники. На самом деле не так уж все и плохо, потому что в целом те правила, которые существуют и сейчас, они были до этого раньше, просто на них чуточку раньше прикрывали глаза. Сейчас они более тщательно, более рьяно отслеживают это, чтобы давать вид на жительство только тем, кто соответствует всем необходимым этим установленным условиям. Что еще вам такого рассказать про вид на жительство? Ну, про то, что, опять же, вы можете с момента получения рандеву, то есть с момента прохождения рандеву в полиции, когда у вас там уже в приложении указано 50-60%, вы можете выезжать в течение двух месяцев за пределы Северного Кипра, не превышать это, потому что если вы превышите этот срок, у вас будет штраф за каждый день просрочки, а эти штрафы, поверьте, не маленькие, сейчас оставляют порядка свыше 1000 лир. У нас подобная ситуация была больше года назад, полтора года назад, когда мы как-то не задумались этим, мы думали, что автоматически будет у нас продление 60% и можно будет выезжать. Казалось, что мы просрочили там порядка 30 дней, если не ошибаюсь, и это считали на каждого взрослого человека. И нам как влупили порядка нескольких тысяч долларов, если не ошибаюсь, или может меньше, может меньше, да. Короче, ну, нам это было не очень приятно, поэтому в обязательном порядке обращайте на это внимание. Также для новичков, которые приезжают сюда, на Кипр, стоит в любом случае обращаться к квалифицированным специалистам, которые помогут правильно оформить и подать документы в это приложение, потому что если где-то вы в чем-то ошибетесь, то потом вот это все ваше неправильное внос и внецение данных будет проблемонечно переделываться. В том числе касается сим-карты. Когда вы приезжаете на Кипр, открываете номер телефонный, да, контакт регистрируете, вы этот просто контакт привязываете, когда вы вводите информацию в приложение на подачу веножительства, вы привязываете к этому номеру, это приложение. И этот номер ни в коем случае не теряете, потому что в дальнейшем вам будут приходить эти смс-ки от госорганов о продлении в НСЖ, согласовании и так далее, чтобы у вас не было потом путаницы, и вообще вы были информированы в этом. И ни в коем случае не путайте, не просите кого-то из знакомых, близких, родственников, чтобы они регистрировали это приложение на свой номер мобильного телефона, потому что потом вы запутаетесь, не будет понятно, то ли либо этому собственнику, либо этому человеку пришло уведомление, что ему нужно там продлевать в НСЖ или истекает срок, либо вам пришло. Ну, не совершайте вот таких мелких нюансов. Также, что касается страховок, платежи, которые необходимо сейчас оплачивать, в связи с тем, ну, при продлении, при сдаче, после сдачи анализов, это составляет на взрослого человека порядка 4 тысяч с половиной лир. Для пенсионеров сдача анализов, 60 плюс сдача анализов не нужна, благо они только выплачивают стоимость страховки 2600 лир, если не ошибаюсь. Это стандартная страховка от каких-то несчастных случаев, вызова скорой помощи и всего прочего. То есть от нее отказаться нельзя, она автоматически появляется в приложении, и ее нужно в обязательном порядке покупать. Чтобы купить, совершить оплату за сдачу анализов, за эти страховки, нужно в любом случае делать с местной банковской карты. То есть для этого какие-то карты зарубежные, немецкие, российские, украинские, казахские, они, к сожалению, не подойдут. Вот банковский счет, опять же, вы тоже откроете здесь на Кипре, не в каждом банке, есть только парочку банков. Это самый основной банк, который сейчас работает с иностранцами, это CreditVest, вот он же как раз-таки помогает открыть этот счет. Вы можете положить на счету минимально 1000 долларов, и вы получите эту пластиковую карту в течение двух-трех недель, вам ее, скорее всего, выдадут. И в дальнейшем можете пользоваться этой картой. То есть в целом, если мне говорить о каких-то нюансах, деталях, я их подробно расписал, еще раз повторюсь, в статье есть ссылка в моем телеграм-канале «Северный Кипр от Адая», переходите туда, и там будет подробно расписано, какие документы необходимо иметь, находясь за пределами Северного Кипра подготовить, какие документы нужно подготовить, находясь на территории здесь Северного Кипра, что нужно для ВНЖ по высокому доходу, что нужно для видоножительства по праву собственности. Кстати, для ВНЖ по высокому доходу, не забывайте, что нужен договор аренды, официально зарегистрированной в налоговой, причем в налоговой собственник этого жилья, арендодатель должен оплатить налог, аренду жилья, то есть, как правило, это оплачивает не арендатор, а арендодатель. Ну, на самом деле, как вы тут договоритесь с человеком, и как бы без этого договора, без зарегистрированного, вы получить видоножительство по высокому доходу не сможете. И обращаю внимание, если вы хотите по этому основанию регистрироваться по высокому доходу, сделайте это заблаговременно, хотя бы за неделю до истечения срока туристической визы, но займитесь вы поиском квартиры, потому что не всегда вы сможете там быстро все это сделать и подготовить, в том числе сходить в налоговую, ее зарегистрировать и так далее. То же самое касается регистрации договора купли-продажи. Вот я забыл как раз-таки про нюанс, уточнить минус, который сейчас есть в регионе Искелия Лонбич, это то, что вы купили квартиру, и вот уже хотите, у вас есть там срок туристической визы 30 дней, и вы хотите в этот срок успеть податься в НРЖ по собственности. Для этого вам нужен договор, который вы там заключили у застройщика, либо на вторичном рынке совершили, вам нужно зарегистрировать в земельном кадастре и в налоговое. Но сейчас, к сожалению, очередь в этот земельный кадастр, если не ошибаюсь, до июля или до сентября уже идет. Я не знаю, создается это искусственным образом, либо идет такая загруженность именно в регионе Искелия, но фактически по этой причине вы, не подав, не зарегистрировав договор в земельном кадастре и ТАПУ, не подав, получается, электронную заявку на право получения разрешения на покупку жилья, то есть на основании этой справки о отсутствии судимости, переведенной, которая должна быть переведена, вы фактически не сможете по этому основанию зарегистрироваться в приложении. Что для этого делают вообще люди? Ну, находят разные способы, чтобы все-таки вне очереди каким-то образом попасть в этот Искелия. Как правило, рекомендую обращаться просто изначально к адвокатам нормальным. Адвокаты имеют в силу, скажем так, того, что они местные, имеют возможности больше, чтобы нормально в установленные сроки зарегистрировать договорку при продаже и не танцевать, не совершать танцы с бубном, переходить на какой-то ВНЖ, например, по высокому доходу, либо искать студенческую визу и так далее. По поводу студенческих виз. На Северном Кипре аннулировали огромное количество студенческих виз и не продлили. В связи с тем, что они выдавались довольно бесконтрольно, и эти студенческие визы выдавались не учреждениями, не институтами и не университетами, а непосредственно разными частными какими-то заведениями, курсами по английскому языку, курсовышиваний, что-то еще и так далее. То есть люди нашли, иностранцы нашли лазейку для того, чтобы получить вид на жительство, пребывание здесь, на Северном Кипре, не платя, не оставляя на счету такие огромные деньги. Для студенческой визы необходимо только оплатить полугодовое или годовое обучение. Оно раньше стоило меньше тысячи долларов, сейчас выросло чуть ли не в двух тысяч долларов. И фактически в ускоренном порядке оформляется эта студенческая виза, и вы можете спокойно проживать на территории Северного Кипра. И даже там где-то подрабатываясь, то есть если у кого-то устроиться как студент. Насколько я знаю, по студенческой визе второго взрослого нельзя прикрепить, а вот если у взрослого этого, кто оформился по студенческой визе, есть летние дети, то они спокойно могут быть, скажем так, вместе с этим взрослым по этому же основанию проходить и получить вид на жительство. Да, вот такие нюансы, на которые, друзья, вообще стоит обращать внимание, и без которых вообще никуда не деться. Ну, это, наверное, основные новости, которые я вам хотела сказать. На самом деле, может быть, у меня еще и больше есть информации интересной, которая касается всяких нюансов. Что делать, если у тебя там истекает туристическая виза, ты не успеваешь ее оформить, там, вид на жительство, куда нужно обращаться и так далее. Все это, опять же, я изложил в кратких, получается, ответах на вопросы, которые, опять же, изложены в этой статье. Я думаю, каждый из вас найдет для себя и закроет вот большую часть тех вопросов, которые у вас могут возникнуть. В общем, друзья, если вам это видео было полезно и интересно, ставьте лайк, задавайте свои вопросы, потому что без вопросов, без ваших, без включенного участия в так называемый монолог, который я сейчас говорю сам собой, но вообще, на самом деле, с вами, смотря в камеру, в объектив, ну, не состоится нормального конструктивного общения. Вот, я рад, буду быть полезным вам ответить на вопросы, которые у вас возникают, поэтому пишите в комментариях, задавайте мне личные сообщения в WhatsApp, Telegram, по мере свободного времени, я вам обязательно на них отвечу. Кстати, как вам вообще использование микрофона, насколько качество с микрофона такого формата лучше и насколько поменялась картинка, и вам нравится. Я снимаю сейчас не с мобильного телефона, а с нормального цифрового фотоаппарата. Вот, тоже напишите в комментариях, будет интересно получить обратную связь. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok